Если сейчас идут разговоры про импичмент и так далее, и все-таки это закончится для Трампа самым негативным сценарием, то, скорее всего, следующие президенты, которые будут в Америке, они будут осторожно относиться к Украине, и в том числе к Зеленскому. Мне кажется, это будет просто для них таким звоночком, что есть определенные риски со стороны общества, когда происходят подобные инциденты, как между Зеленским и Трампом. Вот не так давно. Украина выглядит тут как независимая страна, а то, что надавил, это уже, честно говоря, русская пропаганда. Это точно, потому что Украина – это независимая страна. На Зеленского, на Украину никогда нельзя надавить, потому что украинский народ – свободный народ. А вот Россия и русские этого не хотят понять. Эти переговоры, которые происходили, не напрямую. Они, возможно, были и России спровоцированы. Это гипотетически, так, вариант. Субъективно – это не в пользу Украины. Однозначно. Да, они в пользу Америки. Так случилось. Но и России эта ситуация выгодна. Мне кажется, что Украина все равно независимая, и она может показать то, что она, может быть, нет подвластна кому-то одному и большой стране. Мы в этой ситуации заняли довольно нейтральную позицию. Мы как бы ничего не пообещали, ни во что не влипли, мы просто засветились в этой всей истории. Ну и окей. И как бы, ну, с нашей позиции, скорее, это Америка находится в некоторой зависимости от нас, в частности, администрация текущего президента. А мы здесь просто как мимо проходили. На самом деле, о нас, в общем-то, мало даже кто чего знает в Америке. Поэтому я не думаю, что мы получим какие-то проблемы с этого.